Иммигрировать в Канаду, если вы приняли это решение, то вы смелый человек и готовы на всё, чтобы осуществить вашу мечту. В интернете, естественно, вы увидите огромное просто количество и множество вещателей и тренденов, которые будут говорить, что Канада это рай. Другие из разряда, извините, обсиральщиков, что это полный отстой, и каждый из них прав по-своему, так как у каждого свой опыт жизни здесь и своя правда. Конечно же, смотрите, друзья, слушайте, но не верьте на все сто тому, что говорят в интернете. Всегда нужно помнить, что правда это всегда где-то посредине, и правда в том, что вы никого не осчастливите вашим приездом сюда, что с вами никто здесь не будет носиться, цацкаться, вы везде чужой и никому не нужны, так как здесь каждый сам за себя. Испугались? На самом деле не всё так страшно. Давайте поговорим о том, как сделать сознательный выбор и решить, куда же ехать. Всем привет, друзья, вы на канале Canadian Snowbirds, меня зовут Влад, я живу в пригороде Монреаля, в провинции Квебек, вот уже 30-й год. Подпишитесь на канал, если вы ещё этого не сделали, нажмите ваш самый уверенный лайк и давайте начнём. Вы наконец-то решились, и вопрос, куда, в какую часть Канады ехать, должен в первую очередь предопределяться наличием друзей, знакомых ваших друзей, контактов, которые вы найдёте, надёжных контактов, которые будут готовы вас здесь встретить и не заблокировать телефон. Он, скажем, в последнюю минуту, как случилось с одним из моих друзей. Ну, наверное, стоит рассказать его историю. Это история, ну, как бы, моего близкого друга, который выезжал по грин-карте в Америку. Я об этом, кстати, даже не знал. Он созванивался там с кем-то в Нью-Йорке, этот человек обещал его встретить, помочь с устройством на первое время. Но в день приезда отключил телефон и всё, исчез. Я ничего не мог, как бы, поделать, так как я в Канаде, у него нет канадской визы. Но хорошо, что у него был ещё телефон малознакомой женщины. Кто-то ему там дал. Он ей позвонил, она говорит, приезжай, помогу. Ну, это более чем за 500 километров от Нью-Йорка. В 8 часах езды на автобусе. Вот представьте, как в пьесе. Ночь, жена, ребёнок, куча сумок. Нужно найти автовокзал. Они едут, они идут, вернее, в метро Нью-Йорка. Это практически без языка. Чтобы купить билеты там на кассе, значит, он ей тычит этой женщине сотку. Мельче, говорит, не было. Она ничего не понимает, короче, пропустила. Просто так, одним словом, повезло, что всё обошлось. Метро Нью-Йорка ночью не самое, короче, безопасное место. На месте, куда он приехал, его встретили. Помогли снять хорошую квартиру, устроить ребёнка в школу. Ну, в общем, устроиться. От того, какое место вы выберете, друзья, будет зависеть много. Как, например, уровень зарплат, стоимость жилья, стоимость вашего дома. Впоследствии уровень образования, здравоохранения, доступность рынка труда и так до бесконечности. Я могу перечислять в течение часа, но знайте, что это будет ваш самый, наверное, самый важный выбор. Канада, конечно, классная страна, но она очень разная. Стиль жизни разный, города разные, люди разные, цены разные. Даже политическая структура в каждой провинции тоже разная. Многие ошибочно думают, что неважно, куда потом можно переехать. Но по личному опыту могу сказать, что очень трудно, зачастую невозможно, если вы семья с детьми. Тем более, когда дети уже устроены, у вас уже сформировался круг общения, вы учитесь или уже работаете. Под переездом я имею в виду переезд в другую провинцию. Переезд из одного в другой город здесь вообще не проблема. Большинство это делают чуть ли не ежегодно. Поэтому провинция это другая история. Если, предположим, вы решили переехать из Онтарио в Квебек, то это как две разных планеты. Все разное, начиная с иммиграционной политики, образования того же и досудебной системы. Могу вас заверить, что вы будете одинаково счастливы и там, и там. Многие интернеты, ресурсы всякие вам будут вещать, что нормальная жизнь только в больших городах. Но это не совсем так. В любом городе, скажем, 100 тысяч и выше, вы совершенно спокойно найдете все магазины и сервисы, что и в большом городе. Но что же касается работы, это другая история. Найти работу в небольшом городе для иммигранта будет определенно сложнее, чем, скажем, в том же Торонто или Монреале. Когда я говорю Торонто и Монреаль, я имею в виду агломерации, скажем, большого Торонто со всеми его пригородами и индустриальными зонами. Селиться, скажем, в самом Торонто или Монреале нет смысла, так как очень дорого найти жилье в хорошем районе. Если вы поселитесь в не очень хорошем, то вы будете окружены по большей части бомжами всякими там, которых очень, кстати, много, сумасшедшими и там наркоманами. Anyway, не делайте этого. Поэтому выбор там провинции или города должен быть для вас совершенно прагматичным решением, таким, зависящим от количества населения, доступности недорогого жилья, той же работы. К примеру, в самом Торонто за 2 800 вы будете жить в так себе квартирке, а, скажем, в каком-нибудь там, я не знаю, Ниагара Фоллс за полторы тысячи в хорошей квартире, в хорошем районе, где вы также без труда найдете свою первую работу. В интернете вы можете видеть там всякие списки лучших городов для жизни, для поисков работы там. Я вам советую просто не терять ваше драгоценное время на все эти поиски, так как правда в том, что жить вы будете в городе, в котором вы найдете жилье, а работать где-то неподалеку. Вот и все. Не концентрируйтесь на каких-то деталях, которые вы не способны реально оценить или проанализировать. Смотрите на вещи шире, немножко критичнее. Ну, давайте посмотрим на провинции Канады с этой точки зрения. Зная, что вероятность, скажем, найти работу, хорошую школу, детский сад, языковые курсы, всякие государственные дотации и тому подобное, гораздо легче в больших городах и их агломерациях. Ну, также в административных центрах, ну, возьмем за кавычки, это как бы столицах провинций. И вот когда вы смотрите с этой точки зрения на провинции Канады и их крупные города, то выбор становится более очевидным. Ну, давайте с этим чуть-чуть разберемся. Вот, просто в Канаде есть 10 провинций и 3 территории. Вот, я буду называть название провинции. Первые цифры – это общее количество населения. Вторые – это население в административных центрах, если хотите, столицах провинции. И последние – это наиболее крупные города, которые существуют. Ну, давайте вот начнем. Вот, просто посмотрим на это. Итак, начнем с атлантических провинций. Это Ньюфаундленд и Лабрадор, это остров Принца Эдуарда, это Новая Шотландия и Новый Нью-Бронсвик. Давайте детальнее по количеству населения. Кратко, только самые основные цифры. Ньюфаундленд и Лабрадор – 509 677 человек. Столица Сент-Джонс – 181 394. Остров Принца Эдуарда – это 138 519 человек. Столица Шарлотт-Таун – всего 33 000 человек. Новая Шотландия – 934 000 человек. Столица Галифакс – 382 203 человек. Следующая – Нью-Бронсвик – у нас 749 168 человек. Столица Фредериктон – 81 000. И следующий большой город – это Монктон – 61 000 человек. Есть также центральные провинции. Это, конечно же, Квебек и Онтарио. Если мы посмотрим на население Квебека, то это 7 651 531 человек. Квебек-Сити – это столица – 723 263 000 человек. И агломерация Монреал – это 3 666 280 человек. В Онтарио у нас 12 686 952 человека. В Оттаве – это столица Канады – 1 158 314 человек. И Большой Торонто – это 5 406 224 человека. Есть также западные провинции. К ним относятся Манитоба, Соскочеван, Альберта и Британская Колумбия. По Манитобе у нас 1 177 000 человек. В Виннипеге – почти 707 000 человек. В Соскочеване – 986 000 человек. Я буду округлять. Столица – это Реджайна – 198 000 человек. Следующий большой город – это Соскатун – это 236 000 человек. В Альберте у нас 3 376 000 человек. Столица Эдмонтон – это чуть больше миллиона человек. Еще большой город – Калгари – 1 107 000 человек. Следующий у нас Британская Колумбия – это 4 311 000 человек. Столица Виктория – это 335 000 человек. И большой город – Ванкувер – это 2 464 000 человек. Я цифры немножечко округляю, потому что это уже до одного человека. Это не важно. Существуют у нас также территории. Это особая история. Если вы все еще живете историями Джека Лондона, то вам, наверное, нужно ехать сюда. Итак, сюда относятся территория Юконн. Это северо-западные территории. И территория Нунавуд. Территория Юконн – это 31 000 человек. Столица Уайтхорс – 22 000 человек. Северо-западные территории – это 42 000 человек в среднем. Столица Йеллов Найф – 17 000 человек всего. И у нас еще есть так называемая территория Нунавуд. Это 31 000 человек. И столица Экалуид – это 6 000 человек. Таким образом, мы видим, что, сделав этот анализ, наш круг намного сузился, так как в малочисленных провинциях уровень безработицы достаточно высокий, чтобы их считать вашим основным выбором. Если же вы все-таки хотите эмигрировать в восточную часть Канады, то агломерации Торонто или Монреаля, мне кажется, очевидным выбором, так как они являются двумя крупнейшими городами в этой части. И оба могут многое предложить эмигрантам. Какой же город лучше всего подходит для эмигрантов? Ну, давайте смотреть. Все-таки лучший город будет зависеть от вашего стиля жизни. Ну, если уж так коротко, то Торонто – лучший город, где зарабатываются деньги, делается карьера. Недостаток в том, что все это происходит ценой более высокой стоимости, ну, на все, и гораздо больше ориентировано на работу такого образа жизни. Монреаль, в свою очередь, гораздо более спокойный по стилю жизни, но большое европейское влияние во всем дает вам ощущение, что вы живете, ну, как бы, не в Северной Америке, а по большей части где-то в Европе. Давайте немножко статистики о жизни в Торонто и Монреале. Кстати, более подробно о работе, зарплатах, по разным отраслям, также самым востребованным профессиям в 2023 году мы увидим с вами в следующих видео на канале. Так что, друзья, подписывайтесь на наш канал, будет интересно и все понятно о жизни здесь. Ну, давайте. Итак, о жизни в Торонто и Монреале. По состоянию на 2022 год средняя зарплата в Торонто составляла, вернее, 60 667 тысяч долларов, что не так уж и плохо, если, ну, как бы, не смотреть ее, не сопоставлять это с ценой на жилье. Дальше я буду округлять цифры, чтобы вам было легче воспринимать информацию. Например, квартира с двумя спальнями в Торонто обойдется вам примерно от 3000 долларов в месяц. За эти деньги в Монреале, к примеру, можно снять дом. Так что средняя зарплата не такая уж и большая, как вы видите. Ну, кроме того, со средней ценой дома в Торонто, скажем, миллион 140 тысяч, вам, скорее всего, придется жить где-нибудь, ну, как бы, в пригороде, чтобы иметь возможность, ну, как бы, вести более комфортный образ жизни. Если ваша зарплата, ну, на более низком уровне шкалы. В Монреале при 56 тысяч долларов средней зарплаты, Монреале отстает, конечно же, от Торонто. Но хорошая новость в том, что город относительно, ну, полон, можно сказать, более доступного жилья. Квартира с двумя спальнями стоит от полутора до двух тысяч долларов в месяц. Но они еще дешевле, скажем, за пределами города. Средняя цена, там, покупки небольшого дома оценивается в 515 тысяч долларов. Таким образом, зарплата может быть ниже, но вы себе можете позволить чуть больше найти деньги. Это не значит, что вы не можете жить так же комфортно, скажем, в более отдаленном пригороде. Но недостатком переезда дальше, скажем, является более длительная поездка на работу. Поэтому вы должны, как бы, взвесить стоимость жизни в удобном месте по сравнению со временем, которое вы теряете, живя дальше. А также вашими, там, финансовыми возможностями, семейными, там, ну и другое. Конечно же, все, кто приезжает в Канаду, там, мечтают, естественно, о покупке дома или квартиры. Давайте посмотрим, вот просто сколько денег вам нужно будет зарабатывать в год в разных городах Канады, чтобы купить квартиру или дом. И сколько месяца вам придется экономить, исходя, скажем, с 10% от вашей зарплаты, чтобы внести первоначальный взнос за дом или квартиру. Все цифры взяты из недавнего отчета Национального банка Канады. Итак, в Торонто вам понадобится доход в размере 197 тысяч, чтобы позволить себе дом за миллион 140 тысяч долларов. Если вы откладываете 10% в месяц, вам потребуется 318 месяцев или 26,5 лет, чтобы насобирать на первоначальный взнос. Чтобы позволить себе кондо ценой в 652 тысяч, вам нужен доход в размере 132 тысяч в год. Если вы откладываете 10%, вам потребуется 56 месяцев, чтобы насобирать на первоначальный взнос. Что касается Монреаля, ваш доход должен составить 73 тысячи долларов для покупки квартиры и с экономией в 31 месяц. Дом, для покупки дома нужно зарабатывать 100 тысяч с экономией в 42 месяца. В Ванкувере вам нужно зарабатывать 132 тысячи, чтобы вы могли позволить себе купить квартиру с экономией в 57 месяцев. А если вы хотите свой дом за 1,5 миллиона, это средняя цена, то нужен доход в 253 тысячи в год с экономией в 411 месяцев или 34 года. Нужно сказать, друзья, что в Ванкувере самые раздутые цены по всей Канаде. Если за 1,5 миллиона вы думаете купить дворец с бассейном, то я вам покажу просто несколько предложений недвижимости по Ванкуверу, которые просто демонстрируют безумие на рынке недвижимости в этом городе. Ну вот я выбрал самые шокирующие предложения на рынке на данный момент. Вот смотрите. Нельзя сказать, что все дома в Ванкувере плохие. На самом деле многие из них довольно хорошие и даже доступные по цене. Однако цены на недвижимость, на страхование, все продолжает расти. Поэтому найти хороший дом становится все труднее и труднее. В Калгари цены выглядят поприятнее. Нужно иметь доход в 51 тысячу для покупки конда с экономией в 17 месяцев. И 103 тысячи зарплаты для покупки дома с экономией в 34 месяца. В Виннипеге доход должен составить 47 тысяч для покупки конда с экономией в 18 месяцев. И 76 тысяч для покупки дома с экономией в 18 месяцев. В столице Канады, Оттаве, вам нужно зарабатывать 74 тысячи в год, чтобы вы могли позволить себе купить конда за 360 тысяч долларов. И экономить нужно 25 месяцев. Для покупки дома за 620 тысяч нужно зарабатывать 125 тысяч в год с экономией в 34 месяца. В Квебек-Сити необходимый годовой доход для покупки конда должен составить 47 тысяч. И экономить нужно 19 месяцев. Давайте все-таки, друзья, продолжим говорить о Монреале и Торонто как наиболее оптимальном варианте для жизни. Выбирать, конечно же, вам. И, как я уже не однажды говорил, что, скорее всего, вы будете счастливы повсюду, невзирая на место, где вы живете. Нужно сказать, что между Торонто и Монреалем нет существенной разницы, когда дело доходит до преступности, до насильственных или мелких преступлений, поскольку в этих городах каждый год происходит относительно низкое количество преступлений по сравнению с Америкой. Причем Торонто даже был объявлен самым безопасным крупным городом в Северной Америке в 2017 году. В свою очередь, Монреаль сократил уровень преступности вдвое за последние 20 лет. Города имеют похожие данные по всем показателям. Причем, единственная реальная разница заключается в том, что жители Монреаля чувствуют себя, ну, как бы, чуть безопаснее, гуляя ночью по улицам в одиночку, чем жители Торонто. Но я вам скажу, что есть районы, где даже днем гулять небезопасно, а иногда стреляют даже в центре. В настоящее время средний уровень безработицы в Канаде в целом составляет 5.3%, а конкретно в Торонто это 6.3%, что означает, что Торонто находится чуть выше, чем в среднем по стране. Хотя за последний год этот показатель продолжал снижаться, он не был стабильным в течение, ну, нескольких лет и колеблется между низкими 5% и высокими семью. Есть несколько факторов, которые способствуют тому, что этот показатель, ну, как бы, слегка завышенный, и это главным образом молодежь и эмиграция. Видите ли, Торонто считается отличным городом для жизни и работы, но не все так просто, как кажется. Поэтому, когда молодые, там, амбициозные или эмигранты из других стран переезжают в Торонто, чтобы начать новую жизнь, они все изо всех сил пытаются сразу же найти себе работу. Ну, где-то там отчасти высокий уровень безработицы, это, можно сказать, что успех Торонто в том смысле, что очень многие туда едут и, в свою очередь, перегружают рынок труда. В качестве дополнительной информации, вот, посмотрите, таблица с уровнем безработицы по каждой провинции Канады. Как видите, провинция Квебек – это самый низкий уровень безработицы, а Онтарио, в свою очередь, чуть выше средненационального. Давайте все-таки, друзья, продолжим и поговорим о поисках работы в Монреале. Как вы видели, в Монреале немного лучше с уровнем безработицы в настоящее время. Этот показатель 4.1, что намного ниже среднего по стране. Это отличная новость для тех, кто хочет жить в Монреале и найти работу. Статистически это легче, чем в Торонто, однако, ну, на деле это не так все просто. Самое важное, что нужно помнить, когда идет дело, доходит, вернее, дело до получения работы в Монреале, это то, что вы должны уметь говорить по-французски. Если у вас мало или вообще нет французского, то вам будет очень непросто найти работу, особенно хорошо оплачиваемую. Вы не можете приехать в Монреаль, думая, что «А, все шансы, я такой удачливый, все хорошо». Нет. Найдите время, чтобы выучить язык поскорее. Это, ну, как бы, будет иметь огромное значение при поисках хорошей и стабильной работы здесь. Говоря о погоде в Торонто, ну, по-хорошему, живя в Торонто, вы будете проводить несколько месяцев в году при относительно низких температурах. В среднем менее 10 градусов, что, конечно, потребует от вас определенного количества разных пальто и курток. Так что готовьтесь к покупкам. Хорошей новостью является то, что в течение оставшейся части года вы будете в среднем жить в тепле более 20-25 градусов лет. Для справки, кстати, Торонто является одним из самых ветреных городов в Канаде, которые будут к вам, ну, неумолимы. Ну, поверьте, это не самое страшное в жизни. В Монреале климат континентальный и влажный. Это значит, что летом очень жарко и душно, а зимой очень холодно. Много снега, много ветров. В зимние месяцы средняя температура будет постоянно ниже нуля. Которая, кстати, варьируется от минус 2 в среднем до минус 15. Весна и осень вам будут, как бы, ну, хорошей наградой за 5 долгих зимних месяцев. Весны, нужно сказать, что как сезоны не существуют, так как сразу приходит жара, еще лежит снег, но уже жара, люди одеваются по-летнему и все. Лето началось. Как я уже сказал, летние месяцы в Монреале могут показаться немного экстремальны, так как у вас будет 3 месяца около 26 градусов днем с высокой влажностью и отсутствием ветра. Осень – это самый, наверное, замечательный сезон в Квейбеке. Думаю, что вам, как и всем вновь приезжающим, потребуется некоторое время, чтобы акклиматизироваться в Монреале. Говоря о культуре, ну, нужно сказать, что Монреаль является культурной столицей Канады. Это также один из известных дизайнерских центров мира, важнейший франкоязычный центр индустрии музыки, кино, культуры и развлечений. Имеет ярко выраженный такой европейский стиль. Торонто имеет титул экономической столицы Канады. Это очень, ну, как бы современный, красивый, классический североамериканский город. Вне всяких сомнений вы сразу ощутите большие культурные различия между двумя городами. В Монреале все уделяют больше внимания, ну, такому, я бы сказал, балансу между работой и личной жизнью. Среди большинства жителей есть в своем роде такое расслабленное и непринужденное поведение. Ну, прям как в деревне, что ли, несмотря на то, что это большой город. В то время как Торонто имеет, ну, более насыщенный, такой быстрый темп повседневной жизни. Все спешат, ну, как бы карьера является центром внимания всего и вся. Если вам нравится, ну, стремительный темп городской жизни, то Торонто это для вас. Если вы ищете город, который вас, ну, не напрягает, не заставляет думать только о своей работе, то Монреаль, наверное, будет победителем. Тем, для кого получение образования университетского имеет значение, знайте, что недавно Монреаль занял первое место в мире среди лучших городов для обучения. Рейтинг проводился среди более чем 1300 университетов в 339 городах и в 85 различных странах мира. Первое место Монреаль удалось получить не только потому, что здесь есть все возможности для получения образования, но и потому, что город известен своей, как бы, яркой культурной жизнью. А то, что Монреаль является двуязычным городом, также добавило ему много очков. Университет МакГилл, университет Монреаля, университет Конкордия были названы тремя учебными заведениями высокого уровня, которые создают репутацию города. Вот я вам покажу таблицу пяти лучших городов мира для получения университетского образования. Как видите, на третьем месте оказался еще один канадский город Ванкувер, уступивший Токио. Оба города отстали от Монреаля, получившего 62 очка из 100 всего на один пункт. В список попали и другие канадские города. Торонто, кстати, занял 20 место, Эдмонтон 25, а Тава и Калгари 41 место. Этот рейтинг определялся на основе семи факторов. Это количество университетов в городе, средний балл университетов в городе, среднее количество иностранных студентов на университет, стоимость жизни, свобода, безопасность и дружелюбие. Итак, заканчивая, нужно отметить, что основной прирост населения в Канаде происходит за счет эмиграции. И половина всех въезжающих в страну – это те, кто попадает под программу воссоединения семей. Это супруги, несовершеннолетние дети или родители новых канадцев-спонсоров. В Канаде два официальных языка – это английский 67%, французский 21%, другие языки наречия 17,6%, украинский 0,5%, русский 0,3%. В разных городах Канады вы сможете найти достаточно большие русские комьюнити с изданиями, разными сервисами на русском. Нужно отметить, что когда я говорю русский, это те, кто определили русский как основной язык при переписи населения. Это не этнические русские, это все, кто оттуда. Так вот, в Торонто – это 170 тысяч, в Монреале – 70, в Ванкувере – 51, в Калгари – 34, в Оттаве – 6 тысяч. Все эти цифры, конечно же, усреднены. Надеюсь, друзья, что сегодняшняя беседа поможет принять вам самое важное в вашей жизни решение и выбрать, где и в каком городе жить. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Также надеемся, что вам понравилось. Обязательно подписывайтесь. Увидимся. Чао. Субтитры подогнал «Симон»!